Друзья, всем привет! Сегодня мы будем собирать дальнолёт. Я знаю, вы любите, все любят дальнолёты, я, в общем-то, тоже. Основная задача наша перебрать вот этот дальнолёт, который у меня был с подвесом, в последний раз мы на нём летали. Глюканул мотек, насколько я понял, это была проблема в прошивке. Потом, если что, мы на какой-нибудь другой аппарат поставим этот мотек, он будет дальше работать. Сам-то полётник нормально, там лишь прошивка была не совсем идеально отшлифована. Но сейчас, вроде как, к всему даже всё в порядке. В любом случае, рама эта мне, как бы, не очень нравится. Кроме того, это, как бы, по поводу которой были большие споры, скандалы, расследования, интриги и так далее. И, в общем, сегодня я решил всё это дело у нас собрать. Плюс я ещё немножко обновил электронику, плюс это всё будет теперь красиво. Я хочу постараться его сделать настолько максимально каким-то приятным, чтобы он выглядел симпатично. А дальше мы на нём уже будем тренироваться, тестировать, дальше всё это дело продолжить. Такие дальнолёты летают далеко, стабильно, классно. На них можно тестировать много чего. Они таскают хороший груз, там можно реально чуть-чуть кило на него сверху повесить. И он всё ещё будет нормально летать. Плюс, кроме того, подъехал новый полётничек SPDB, теперь F7-версия. Вот мы, конечно, на него тоже сегодня посмотрим. Начнём с того, что я взял вообще за сетапчик. У нас будет рама Condor 7LR, то есть это 7-дюймовая рама Condor, которую я нарисовал примерно уже год назад. И на самом деле, народу нравится, мне она тоже нравится. Дальше, 4 мотора. Моторы я взял в этот раз немножечко другие. Это 1600 кВ, 27,6 грамм пишут, на самом деле, по-моему, врут. F42 версии 2305. То есть это относительно мелкие моторы, но я думаю, этого будет достаточно, чтобы летать на 7-дюймовом дальнолёте. Камера, я пока поставлю ранком Micro Eagle, но это пока. У нас будет чуть-чуть позже другая камера на тесты. Полётник, я говорю, SPDB F7, который вот только-только недавно вроде появился. Или только ещё появится, но мне ранком напрямую его заслали. Говорят, собери что-нибудь, не отказывай себе ни в чём. В общем, мы на нём соберём сегодня. А видеопередатчик с антенной остались старыми. Это та самая SPDB видеописалка, которая была там. Она записывает сразу и на флешку, и отправляет данные в эфир. 600 мВт не очень много, но это хватает, чтобы улететь на 5-7 километров. Я больше, в принципе, дальше на таком аппарате-то особо не летал. Ну, кроме тех рекордных данных, когда мы летали на 18-м километров, на 16 километров. Но мы летали так всего один раз. Тогда я ставил другой видеопередатчик, по-моему, там стоял, ну и так далее. Рамка по сравнению со стрижом оригинальным была немножечко переработана. Тут кое-что поправил я, кое-что поменял, кое-что добавил. Немножечко сделал более округлой её. Плюс я заодно покажу, как её собирать, потому что каждый раз люди пишут, такие, а есть инструкция? А как собрать? Тут, по-моему, всего, на самом деле, 16 винтиков, и на самом деле, как-то там что-то где-то запутаться довольно сложно. У нас есть три пластины. Средняя, верхняя, нижняя пластина и четыре луча. Берём среднюю и нижнюю пластину. Средняя пластина эта длинная, поскольку на неё скрепится камера, все дела. Нижняя пластина, она просто держит лучи в кучу, плюс за неё цепляются ремешки. То есть я хотел, чтобы ремешки цеплялись не за платформу с полётным контроллером, а отдельно. Если уж ломаться что-то будет, поскольку это очень много веса, если там 4S3P, это уже 600-650 грамм аккумулятор, в случае падения он не должен вырывать электронику, если он вот так будет скользить туда-сюда, он должен ломать именно нижнюю пластину, которая, на самом деле, здесь чистая, чтобы держать аккумуляторы. Естественно, я сразу буду всё садить на локтайт. Сюда вот по центру составляются, скорее всего, чуть более длинные винтики. Но вот эти винтики, на самом деле, я уже не выбирал. Винтики подбирал Алексей, он уже подобрал винтики, которые здесь необходимы, чтобы всё хорошо, красиво сошлось. И я, в принципе, ему доверяю. С винтиками проблем никогда особо нет. Вообще, многие потом ещё спрашивали, а есть ли такая рама, которую можно использовать, например, для полётов с писалкой GoPro, например. И поэтому я даже не думал, что GoPro будет становиться вперёд, поскольку это всё-таки огромный вес. А я ориентировался это просто на такую платформу, которая очень-очень долго летает. С другой стороны, я сейчас посмотрю, если всё будет в порядке, как я задумал, возможно, я сделаю небольшой крепёж под GoPro, и будет у нас с вами тоже GoPro крепление поверх. Так, дальше, значит, потом кладём среднюю пластину. Сразу, чтобы два раза не вкручивать, давайте сразу будем чуть-чуть каплю локтайта сюда класть. Всё, хорошо. И второй винтик сюда становится, который чуть-чуть покороче. Покороче вот эти вот винтики у нас ставятся сюда, и на них вот насаживаются чисто уже гаечки, чтобы лучи туда-сюда не гуляли. Это, по-моему, более длинные. Вот он более коротенький. Да, всё, отлично. Сюда опять же наносим каплю локтайта. Так, всё, нижние два луча у нас готовы. То есть задние лучи у нас сидят на месте, они ещё не вкручены до конца. Лучи вставляем вот таким вот образом, чтобы они чуть-чуть вперёд. Вот угол был. И вот так вот продеваем. Естественно, опять же, длинные более винтики вставляем ближе к центру, чтобы на них потом стоечки накрутить. Так, и внешние винтики тоже добавим сюда в лучи. Выравниваем лучи, чтобы они ровно стояли. Опять же, каплю локтайта сюда, чтобы у нас в полюте... Поскольку вообще на самом деле 7-дюймовые вот такие аппараты, они имеют много вибраций, поэтому я всегда советую вам хорошенько промазывать везде все сочинения локтайта, поскольку они очень любят раскручиваться. То есть не так, чтобы у вас прям настолько, чтобы всё слетело, но она просто не настолько хорошо закручена, а это потом дополнительно вызывает какие-то неприятные вибрации, проблемы с тюнингом, какие-то плавания по волнам, как будто рама гуляет и так далее. На самом деле это просто плохо скрученная рама. Так, всё закручиваем здесь как следует. Отлично. Всё. Всё очень жёстенько так сидит. Берём ещё два винтика, вставляем вперёд, натягиваем на них стоечки, естественно, стандартная схема. Потом на неё натягиваем камеру. Вообще здесь должны быть стеночки, которые вставляются вот сюда и в верхнюю пластину. Но Алексей забыл стеночки положить. Это не страшно. Мы будем использовать вот такие вот какие-нибудь проставочки, которые просто натягиваются поверх вот на эти столбики. Мне это вообще как бы без разницы. В общем-то всё. Рама, считайте, собрана. Осталось накинуть поверх верхнюю пластину и вкрутить её. Итак, рама Condor. Она, естественно, под 7-дюймовые пропеллеры. Здесь достаточно много. На самом деле, места оставлено между всеми пропами. Естественно, под дальнолётный вариант. Всё рассчитано. То есть, много места под электронику, под 2 стака. И вы можете поставить сюда, на самом деле, реально много. Всё это дело должно быть сконцентрировано здесь. Не налегайте сильно наперед, иначе у вас центровка сильно смещается вперёд. Аккумулятор приходится сильно назад вытягивать. Но это, на самом деле, не то, что нам нужно. Сюда влезают 2 стака 30 на 30. Причём ещё у них у всех вытянутые отверстия. Это означает, что вы можете на 5 миллиметров стаки туда-сюда двигать. Это полезно, когда у вас, например, регулятор, например, супер какой-то жирный, какой-нибудь толстый. И вам надо заднюю плату чуть подвинуть. Иной раз, наоборот, надо плату подвинуть, чтобы здесь, например, маячок какой-нибудь встал. Или ещё что-нибудь. Поэтому вот эта вот небольшая игра присутствует. Вы можете их чуть-чуть вперёд подвинуть, чуть-чуть назад. Примерно 5 миллиметров туда-сюда гулять. Кроме того, также, естественно, посадочные площадки по 20 на 20 электронику. То есть, вот здесь один полётник, вот здесь один полётник. 20 на 20 на самом деле на таком большом аппарате смысла, наверное, нет особого оставить. Поскольку экономия в 10-15 грамм здесь особо роли не играет. Тем не менее, если хотите, здесь это есть. Особенно под видеопередатчики, например, это актуально. Поскольку много сейчас мелких видеопередатчиков по 20 на 20 отверстий. Вот, и они крепятся как раз вот сюда. Аккумуляторные ремешки, естественно, крепятся сюда. Ну, я обычно ставлю, наверное, вот сюда, потому что аккумулятор висит чуть позади. Но вот так вот. А если вешать его ближе к центру, как вот под средний ремешок, то, скорее всего, нос будет тяжеловать. Я поэтому вешаю обычно вот так вот, ближе к заднице. То есть, вот примерно вот так. Лучи сделаны достаточно широкими, чтобы сюда вмещались регуляторы внешние. То есть, 4 отдельных регулятора. Ширина лучей здесь 17,3 мм. Толщина лучей 3,5 мм. В данном случае я 3,5 мм взял рамку. Средняя, нижняя плотина 1,5 мм. Средняя 2 мм. И верхняя тоже 1,5 мм. То есть, вот такие стандартные достаточно величины. Но работает это всё неплохо. Единственное, что нужно напомнить, что если вы используете 20 на 20, например, электронику, то вам нужно будет сначала это всё дело вкрутить снизу винтики, все эти вот столбики, если вы будете использовать. Потому что я под них здесь вырезы не оставлял. Иначе получается слишком много вырезов. По 3 на 3 вырезы все снизу присутствуют. Вы можете напрямую отсюда вставлять винтики. То есть, они с шляпками туда проваливаются. И без проблем оттуда, опять же, вытаскиваются. Ну и верхняя пластина, конечно же, сделана более аптекамо, более симпатично. Опять же, здесь есть 2 на 2. Вы можете сюда, например, крепить какие-то видеопередатчики сразу напрямую на крышку. Здесь также есть ещё 3 на 3 большого пространства. Вот здесь вот позади. Здесь вот под этими, например, местами нету стоек. Но это потому, что я предполагал, что можно крепить на самом деле и на верхнюю прям пластину. Есть, например, GPS-модули с посадочными 3 на 3 см, которые прямо можно вот сюда вкрутить, чтобы на задней крышке они были. На последнем аппарате у меня ставил GPS вот так вот. Никаких проблем у меня не было с количеством спутников, с наводками на компас. Поэтому здесь я, скорее всего, точно так же его поставлю вот на это место. Крепление камеры, как видно, ну, либо сделать вот так вот, как я предлагаю. Сейчас в данном случае мы будем делать, где мы будем вешать на распечатанные вот эти ушки. Либо здесь будут стенки, естественно, есть в заводском варианте, который мне забыли положить. И здесь, естественно, два варианта. Есть либо под микрокамеру, либо под мини-камеру. То есть можно поставить всё, что угодно. Даже фулл-сайз камера становится вот такими вот ушками. Вот это Foxeer Cat. Она становится спокойно сюда. Поскольку на ушках здесь между стойками достаточно места, она спокойно висит там и никому не мешает. Под видеопередачей я обязательно ещё задизайнию вот сюда назад какую-нибудь хреновинку, чтобы это всё красиво торчало назад. Но это, как всегда. Под дальняк предлагаю вам использовать вертикальное расположение антенн. Но там, на самом деле, люди изворачиваются, как только они хотят. Потому что вертикально на таком коптере стоять антенну так, чтобы она действительно работала, это достаточно сложное дело. Люди печатают какие-то длинные такие мачты, чтобы над верхней крышкой как-то антенна вот так вот как-то стояла. И, ну, она реально сантиметров на 7-8 вверх торчит вот так. Я же в своём варианте буду использовать старинный метр спереди горизонтально вот таким вот образом. И это будет вполне себе достаточно. Изначально я пытался поставить антенну вертикально, потому что у меня были большие сомнения, как это всё будет работать. Но, на самом деле, после, ну, таких реальных полевых тестов на Crossfire, я понимаю, что для системы дальности в 10 километров, например, это несерьёзно. И, врубив там 100 милливатт, вы можете улететь и на 20, и на 30 километров. Поэтому, на самом деле, даже такого расположения антенны выше крыши хватает для дальности, на которой летает вот такой аппарат. Это в среднем, ну, максимум, наверное, 15 километров, в среднем 10, а, ну, в стандартном использовании даже, наверное, 5. Теперь, значит, я это всё дело приготовлю, поставлю туда вот моторчики, и, возможно, сразу их регулятору запаяю, а потом будете смотреть на полётник и подключать полётник. Давайте положу рамку сюда. Это 93 грамма, с вот этой пластиной 102 грамма, ну, и ещё здесь не хватает 6 винтиков, которые я сейчас положу отдельно поверх. Ну, 105 грамм, считаете. Причём ещё это всё на стали. Если вы поставите сюда титан, можно чуть-чуть ещё немножко вес скинуть. Если вы поставите алюминий, можно намного вес скинуть, и получится, что там 97-99 грамм, что-то такое. То есть это очень-очень-очень лёгкая рамка под большие-большие пробы. Дальше давайте смотреть на полётный контроллер. Это SpeedBee F7. Это их новый полётный контроллер, который они только выкатили. К сожалению, пока я сегодня разговаривал с разработчиками, они всё ещё прошивку пилят, пока прошивки на iNav нет. Есть только Betaflight, но Betaflight нам достаточно. Мы пока попробуем так. Чуть позже ещё переставим это всё, естественно, на iNav, поскольку проект дальнолётный, а здесь есть барометр, здесь есть I2C-шина, поэтому это, ну, просто рождено, можно сказать, для того, чтобы летать на iNav. Кроме того, на iNav сейчас добавляют динамическую фильтрацию, добавляют, по-моему, для телеметрии регуляторов, ещё и RPM-фильтрацию добавят, поэтому в iNav как бы всё неплохо, на самом деле, в последнее время. Как видно, здесь в комплекте полётник XT-60, причём ещё нормальный вот такой на защёлках, но при этом всё, вы также можете эту хреновину снять и оставить вот такие контакты, как вам удобно. Обычно здесь к термоусадке не кладут, и меня это просто жутко раздражает, потом это сверху натягивает. Дальше, пакетик с аксессуарами. Здесь, кстати, прикольно сделано то, что сейчас вот всё больше и больше люди обращают на это внимание. Тут есть и вот такие маленькие колечки, которые нужны для того, чтобы вы повесили это всё дело на 4 стоечки, вот просто вот так вот. Либо, если вы собираете не на стоечках, а на винтах длинных, что делают сейчас довольно часто, то есть берут 4 длинных винта там по 25 мм, через все слои сразу продевают. Здесь есть вот такие сразу, которые, кроме того, что они делают колечко вокруг отверстия полётного контроля, так они ещё и небольшую такую вот проставочку организуют, чтобы он был выше, чем нижний слой. Естественно, здесь также ещё есть провода, которым подключаются регуляторы 4 в 1, вот здесь вот так вот. И что, опять же, это настолько приятно, я даже не знаю, это такая мелочь, но настолько приятно здесь провода не вставлены в разъём. И два разъёма дополнительно положили. Оба разъёма по 8 пинов и здесь тоже 8 контактов. Это у нас получается телеметрия с датчика тока, 4 сигнальных провода и плюс-минус, вот и всё. Теперь по контактам и по самому полётному контролю F722 чип посередине. Здесь ICM-овский гироскоп, то есть ICM-206-09, по-моему, он называется. Снизу два бека, один, по-моему, на 9 вольт, другой на 5 вольт и датчик тока. Bluetooth-модуль, что очень приятно. На дальнолётах это действительно поправляющая тема, вы можете в любой момент сразу быстро подключиться, прям в воздухе можете пиды крутить с телефона, и это очень приятно. Микросхема OSD, ну вот эта вот антенна, USB, разъём. Что интересно, здесь разъём 4 в 1, например, регуляторы есть как распаянные в колодке, так и отдельно. Как видно, здесь вот 8 контактов, то есть если у вас вот это, например, отвалилось, либо вы просто не хотите использовать разъём, вы можете напрямую запаяться на контакты, что очень-очень приятно. Естественно, сюда можно подключить и 4 в 1 регулятора, и отдельные регуляторы. Как видно, здесь вот есть 4 контакта. Для того, чтобы подключить регуляторы, рядом с каждой площадкой плюс-минус есть также ещё обсигнальный S1, 2, 3, 4, и также телеметрийный R5, R5 здесь, R5, R5, то есть везде UART-5 используется под телеметрию с регуляторов. Ну вот здесь вот 6 пинов также присутствуют для того, чтобы подключить GPS, то есть SL, SDA, 1 UART, это 2 UART, и 5 вольт с землёй. То есть это вот то, что нужно подключить GPS-приёмник. Здесь 5 вольт и земля, и TXRX, то есть UART-1. Этого достаточно, потому что здесь отдельного контакта S-BUS нет, поскольку это F722 чип, он инверсии аппаратные не требует. Это всё происходит внутри у него самого. Лет-подсветка, бузер, ну и вот здесь огромное количество дополнительных контактов для видеопередатчика, для камеры, то есть камера-контрол, видеовыход, видеовход. TX4, вот здесь вот с RX4 рядом запаян, и скорее всего можно их использовать, например, для смарт-аудио, то есть управлять видеопередатчиком через OSD. Также есть, естественно, смарт-порт, отдельный контакт вот здесь вот, и также есть ещё RSSI, отдельный контакт для того, чтобы аналоговые приёмники подключали и с них прибрали RSSI. Здесь, на самом деле, UART-ов достаточно для того, чтобы подключить весь набор основных датчиков, то есть GPS, приёмник, компас, смарт-аудио, камера-контрол и телеметрия с регуляторов. Кроме того, здесь ещё встроен Bluetooth, поэтому можно даже про USB забыть. Скорее всего, мы его даже по компьютеру подключать не будем, кроме тех вариантов, когда он уже будет прошить. Насколько я помню, по Bluetooth ещё прошивку не внедрили, хотя обещали. И для вас пройдёт секунда, для меня пройдёт вечность. Та-дам! Встал полётный контроллер вот сюда, вот, как видно, здесь всё красиво сейчас распаял. Я потратил на это очень-очень-очень много времени, просто для того, чтобы это всё запаять изнутри. А это просто-просто жуть какая-то, сколько времени уходит на то, чтобы красиво это всё запаялось изнутри. Хотя, ну, я старался как мог. К полётному контроллеру сразу припаял разъём, но не тот разъём, который был в комплекте. Здесь провода, ну, уж слишком толстые. Я взял разъём чуть-чуть потоньше провода. Здесь у нас, по-моему, 14 АВГ. Да, это 12 АВГ, куда такие провода? Это просто пипец. Кроме того, я напаял небольшой конденсатор. Это 680-35 вольт. Я надеюсь, что его хватит. Ну, это так, чисто просто для профилактики. На самом деле, может быть, он здесь и не нужен. Я, кроме того, ещё попросил нашего дизайнера Бишопка, оставаясь начертить нам вот такое вот крепление. То есть, это крепление под нашу антенну. И вот сюда запихивается приёмник. Мне очень понравилась эта схема, как работает у тех же, например, iFlight. Вот сюда вот так вот запихиваете любой свой приёмник. И кладёте это вот так вот сюда, вот на задней стойке. И всё. Вот здесь вот так же кладёте M3. Маленькие шайбочки, гаечки, то есть. И после этого вкручиваете вот так вот пластину. Пластина вкручивается на стойке вот сюда вот. И вот сюда вкручивается в маунт. И это у вас никуда оттуда не выпрыгнет, не денется. Приёмник болтается сверху над всем стаком. Никому ничему не мешает. Отлично получается. Эта версия чисто так для... Я просто посмотрел, как она работает. Есть точно такая же версия, где ещё есть два вот таких вот ушка. Но я сейчас чуть позже ещё покажу. В которые вставляются трубочки для антенн. И, например, если вы подключаете RXSR какой-нибудь, вот сюда вы кладёте. И две антенны вот так под углом уходят немножко назад. А я уже сразу заодно перепаял. Кабель SMA. То есть сделал вот такой длины, как нужно. Он изначально был на 3 см длиннее. Мне это не нужно. Поскольку я буду использовать вот этот видеопередатчик, я его поставлю вот сюда вот сейчас. Туда ровно дотягивается вот этот кабель. И вот здесь вот на стойке надевается наша антенна. Получается по красоте. Ну, в принципе-то мы на самом деле уже практически всё собрали. Осталось просто всё в кучу допаять. Теперь я сейчас буду паять. Значит, приёмник. Приёмник я хотел сначала сюда поставить. Но я думаю, до сюда, наверное, далековато антенну тянуть. Поскольку я поставил впереди в данном случае. Если у вас есть желание, можно поставить антенну где-то сзади. Причём ещё вертикально как-нибудь. Тогда вот это вот как раз само то. Если вы сюда положите ваш приёмничек. Я же поставил впереди. Я, скорее всего, приёмник вот сюда куда-нибудь спрячу. Кстати, по поводу регуляторов. Я решил не использовать пины, которые используются в фишке. А использовал контакты, которые находятся вот здесь вот внизу. И это мне позволило немножко уменьшить место. Уменьшить размер этого всего дела. И удобно. С другой стороны, я не совсем понимаю. Здесь ICM-овская гира. Скорее всего, она будет ловить шумы. А поскольку мы ещё на неё напаяли провода, которые идут на регуляторы дальше. Я вот сюда просто припаял плюс-минус. Пустили на регулятор, чтобы мы потребление видели. Из-за этого, скорее всего, полётник чуть-чуть меньше виброизолирован. Но, скорее всего, всё-таки висит на этих провода довольно жёстко. Ну, мы посмотрим, как это в полёте. Я надеюсь, что бетка, конечно, будет летать. А вот война в вопрос стоит острым. Ладно, теперь поймем дальше. Теперь поймем в основном. Это видеопередатчик, камеру, приёмник. Так, ну что ж, подключили частично электронику. Подключил сейчас видеокамеру. Очень просто подключил. Видео на видео. Вход. 5 вольт на питание на камеры. И земля на земля. Смарт-аудио решил подключать не сюда. Например, на TX1 мы подключим. Потому что вот сюда решил на эти два UART. Здесь два полных распаянных UART. Я решил подключить Crossfire. Я подключу сюда вот так вот всю гребёнку. Естественно, 5 вольт на 5 вольт. Минус на минус. А все остальные TX на RX, RX на TX. Два UART мы занимаем. В данном случае, на всякий случай, подключил я ещё и телеметрию. Не знаю, пригодится она нам или нет, чтобы смартфоном управлять. То есть, это Bridge Mode. А у нас образуется какой-то внешний вид, который такой приемлемый. Я бы сказал, что мне нравится, как это всё выглядит. Жёлтый проводок, конечно, выглядит слегка поганенько. Но что поделать? Ну, так вот, как видно. Я думаю, на самом деле, сейчас мы ещё это всё закончим, закроем. И, возможно, я стоечки другие возьму. Потому что эти стоечки высоковаты. Мне столько места здесь ударом не сдалось. Тут, на самом деле, ещё пол коптера пусто. Наше крепление под приёмник я приспособил под маячок. Сюда сейчас маячок встанет. И, скорее всего, где-нибудь вот за это место, стяжку наверх. Антенку от маячка туда. Вот и готово. Это у нас тигромух. На самом деле, я не знаю, там вообще он ещё живой, не живой. Поскольку я не очень часто летаю на этом дальнолёте. На самом деле, вот сейчас так посмотреть сбоку. На 5 мм можно минимум опустить вот эти все стоечки. Тогда надо будет, скорее всего, конденсатор перепаять. Взять другую с более длинными ножками. Потому что здесь этот конденсатор уже никуда не подвинется. Он здесь у нас будет мешать антенне. Можно его чуть-чуть вбок выдвинуть. Потому что здесь сбоку ещё место есть. Вот с этой стороны. Всё просто по красоте. Распечатывалось, кстати, дополнительно второе крепление. Которое уже с ушками. Я заодно вам его покажу. Точно так же крепится оно к верхней пластине. Вот таким вот образом. И сзади у нас получается два вот таких вот кончика. Которые позволяют вам ставить в него антенны. Вот так вот. Сюда можно поставить и длинные антенны. И поставить коротенькие антенны. То есть сюда вставляются обычные трубочки. Которые продаются на Banggood. 10 штук по 30 см, по-моему, за доллар. Например, давайте я покажу вам Top Gun. Вот они вот здесь вот так вот стоят. Ну, здесь оно сделано чуть попроще. Но в целом суть такова. То есть, что вот эти вот трубочки сюда же вставляете. В них внутри стоят антенки. И вот на такой системе я, по-моему, напомню, что я летал на 10 милливатт. На Crossfire, на, по-моему, больше 6 километров. Кроме того, мы закончили всю монтаж, все электроники. Я даже под Тигромух проводочек оставил. Тигромух я запихаю как раз вот сюда, да. Ну, и в принципе-то и все. Я поставил обратно Runcam, как обещал. Приемник вот здесь. Здесь видеопередатчик. Под ним регуляторы. Полетный контроллер. Сюда можно писалку поставить, чтобы она вот здесь вот стояла, например, и впереди встал у нас, например, какой-нибудь торсир, если нам нужно. Либо что-то какой-то другой камеры. Либо вот здесь вот можно поставить, видеопередатчик сюда переставить. Ну, в общем, здесь уже как бы на ваш выбор. Здесь и стойки, да, и стойки я все-таки опустил. Поставил 25-миллиметровые, 26-миллиметровые стойки. Они как раз вот дают именно столько места, сколько надо. Здесь еще осталось место для третьего этажа, если прям очень сильно нужно. Здесь еще осталось место. Ну, здесь в основном антенна, конечно, будет вставляться. Но в целом можно здесь, на самом деле, еще один какой-нибудь этаж электроники поставить. Так, ну давайте GPS. GPS я все-таки, как обещал, я поставлю, скорее всего, вот так же, как он стоял здесь. У меня никаких проблем, кстати, не было. Здесь мы его поставим абсолютно точно так же на заднюю крышечку, вот здесь, вот в этом месте. Я думаю, будет вполне себе неплохо, потому что здесь он ловил нормально спутники, хорошо работал компас, то есть никаких помех на него не шло. То есть все было у нас здесь в порядке. Здесь поставим точно так же. Так, ну что ж, друзья, аппарат готов, аппарат собран. GPS я поставил вот сюда все-таки. Припаял его абсолютно так же, как стандарт. Ну, то есть, друзья, я здесь не буду показывать эти все, как именно впаялась, потому что плюс на плюс, минус на минус. Ну, в общем, стандартно. Ничего здесь такого нет. Доналеты мы собирали с вами уже несколько раз, и каждый раз я показывал, что куда паять. Здесь ничего не поменялось. Красиво получилось. Немножечко вот здесь жирноват маяк, поэтому здесь, ну, не очень хорошо это все сидит. Можно сделать, на самом деле, вторую версию под именно маяки, потому что они чуть пожирнее с пищалкой и так далее. Ну, пока останется так. Антенна, как видно, здесь встала. Я очень давно хотел сделать антенну какого-нибудь вот такого варианта. В карбон нельзя вкручивать антенны, поэтому в карбон дырки нет, естественно. Но мы сделали вот такую вот штуку. Тоже достаточно элегантно. Она вот, можно по длине антенны взять, вот такие, которые продаются. Можно взять вот такую антенну. В принципе, она достаточно хорошо будет работать, я уверен. Теперь по весу. Естественно, аппарат получился достаточно легким. И общий вес 346 грамм. Здесь, понятно, еще нет пропеллеров и липучки. Ну, она 2,5 грамма добавила. 350 грамм. Ну, плюс еще пропеллеры. Я думаю, грамм по 5, они, по-моему, там. Ну, и получается 370 грамм все со всем. При этом все, друзья, я оставил здесь место под крепеж GoPro. И вот этот вот крепеж встанет таким вот волшебным образом сюда. И мы будем с вами летать с вами спокойно с Сэшем. Причем еще, как видно, я очень постарался сместить вес назад. То есть я сильно много вперед не ставил всего этого дела. Буду летать я с Семеркой, естественно, в данном случае. Скорее всего. Хотя, кто знает, может быть, я все-таки с Real Steady погоняю на Сэшенс. В Real Steady, наверное, будет даже, в принципе, прилично. Вот такой вот был небольшой видосик. Тесты будут у нас чуть позже. Мы с вами полетаем, потестируем. Я обязательно запишу HD видос. Может быть, какое-нибудь крепление нарисую. Потому что это крепление на другой рамы. Естественно, оно не совсем сюда подходит идеально. И, да, мы уже даже нарисовали крепление под GoPro. Получилось нормальное крепление. Весит всего, по-моему, 8,5 грамм. Тоненько, конечно, на достаточно стеночки, как видно. Но я, на самом деле, на таком летал на своей косморамке. А на протяжении более года, я думаю, с тех пор я слегка посарапал всего одну прошку. Поэтому я считаю, что такое крепление, такие крепления можно использовать. Тем более, это дальнолет. Он не рассчитан на то, что вы будете биться об вороты. Или биться, влетать в бетонные стены и так далее. Теперь остался вопрос, как он улетает. Пока, естественно, на бетке мы будем пробовать. BetaFlight 4.1. Ну, а чуть позже мы еще и поставим, естественно, сюда Enough. И уже будет другая песня. Кроме того, друзья, обязательно проходим и голосуем. По ссылочке в описании на Banggood ивент. По-моему, осталось то ли день, то ли два до конца ивента. И мы с вами постоянно прыгаем. То на восьмое место, то на восьмое, то на седьмое, то на девятое. Там пошла сейчас жара. И вот у нас буквально там разница в 50, может быть, в 30 голосов между всеми участниками. И там такой ажиотаж происходит. Поэтому, если у вас, друзья, есть два пальца, можно взять мышку в руки и потратить 20 секунд, чтобы поставить дополнительный лайк и помочь нам. Спасибо большое. А тем временем давайте поговорим о кументах. Последний ролик сейчас, который я нашел, это топ-бюджетный фрикоптер под фристайл, где я рассматривал NASGOOL 5 от iFlight. Хороший дрончик, мне очень понравился. Хорошо летает, добротно собран, красивые компоненты. И, в общем-то, никаких у него проблем особых нет. Кроме того, он еще и достаточно дешево стоит. Под первым же комментом сразу очень много спрашивают, по чем коммерцию на заводе снималось, не секрет. Вообще, нас попросили там снять, заплатили, естественно, деньги. Но конкретную цифру я, конечно, называть не буду. Суть заключается в том, что очень сильно зависит от того, сколько в вашем регионе зарабатывают, какие на самом деле у вас есть конкуренты, кто именно вы делаете, какой продукт вы предоставляете. Готовый материал, либо просто с флешки, с коптера снимаете, даете, либо вы отстабилизируете, цветокоррекцию сделаете, либо вы еще звуковой дизайн сделаете, либо вы заставку сделаете, выход этого всего. В общем, там зависит, конечно же, от количества часов работы. Но если брать по минимуму, то, я думаю, там, ну, за стошку баксов можно прийти что-то отснять. Если брать по максимуму, там можно за несколько тысяч приходить, отснимать большой серьезный ролик. То есть это все очень сильно зависит. Но это у вас, например, могут быть вообще другие цены. Это я говорю про свои цены, да? Эээ, да, Шрауд на минималка спрашивает. Привет, какой коптер взять лучше? Диатон 2019 R349 HD или этот квад? Ну, это вообще несравнимые квады. Один, извини меня, огромный, 5-дюймовый, классный фристайл-аппарат. Другой какая-то мелкая облаха. Да, он тоже неплохой, но это совсем другой класс. Ты как бы выберешь, что тебе нужно. Тебе нужно выбрать какой-то аппарат, который будет таскать огромную камеру. Там, семерку, либо пятерку GoPro, либо что-то еще. Либо который будет просто гонить в парке. Это как бы абсолютно разные вещи. Привет, а какой приемник взять под таранец QX7? Как можно вообще задавать такие вопросы? Кто это вообще? Когда, коня, корол, реп. Да, такой вот ник. В общем, любой бери приемник от FrSky не прогадаешь. У них все приемники нормальные. Не надо брать никаких там всяких джамперов. Бери оригинальный FrSky, будет нормально. Надо больше про вино из зайчиков. Аник, привет из Питера, пишет Константин Баранчук. Кинь ссылку на защиту пропов на СС-40, пожалуйста. На самом деле, эта защита, я ей пользовался, я даже вот на этом видео ее практически не смог использовать, потому что на самом деле не совсем она работает так, как надо. Проблема в том, что... Вот, например... Ну, сейчас я покажу, давайте. Вот, например, Wizard, который мы с вами переделывали. И суть в том, что я уже здесь попытался добавить скотча немножко, то есть изоленты, чтобы так это все лучше работало. Попытался их напечатать с большим количеством внутри ребер, но это особо не сильно не помогает, поскольку все равно они чуть-чуть туда-сюда гуляют. Они иногда цепляют пропы, иногда не цепляют пропы. Ну, в общем, их настолько близко к пропам тоже подвинуть нельзя, потому что они все-таки гуляют. А если вы их не подвинете... Вот посмотрите, здесь какой зазор. Вот с таким зазором, вот эти DAC, они вообще ничего не делают, кроме того, что защищают людей, наверное, когда вы в них будете врубаться. Как это называется? Squirt. Оригинальный. Тут все компоненты очень дорогие. Классный аппарат, может, чуть позже про него расскажу. Посмотреть, друзья, вот здесь какой зазор. Ну, я думаю, вы там его ни при каком раскладе не увидите, потому что он, ну, порядка, может быть, 0,5 миллиметров, что ли. Ну, где-то вот так вот. То есть здесь зазора практически нет. При этом все на обычном аккумуляторе он летает 7-8 минут. И это, вот это, я понимаю, на том коптере он жрет очень много, кое-как тянет, плохо летает, плохо рулится. Вот так вот он летает, ну, просто персик. И это, конечно, огромное значение имеет, потому что чем меньше DAC, тем они больше дают для именно аэродинамики. Но нужно понимать, что для таких коптеров нужна совершенно другая рама. Нужна рама, которая цепляет вот эти DAC-то не только в одном месте, а в трех-четырех местах, тогда это будет все нормально. Иначе просто их меньше не сделать, иначе они постоянно за все цепляют. Смысла вешать, на самом деле, на визор DAC-то есть лишь только в том случае, когда, ну, вообще никак нельзя. Вот нужно там, не знаю, пролететь вот в такую дырочку один раз, вот можно их распечатать, но они, опять же, у нас не готовы, поэтому... Когда, может быть, скидка на Skyzone, спрашивает Кирт Лирт, где вы такие никны, мы берете, господи, вообще не понимаю. На самом деле, постоянно выкладываются скидки, купоны вот в этой группе ВКонтакте, также она транслируется в Телеграм, там очень много различных скидок, все время есть скидки на очки тоже постоянно. Недавно на MakerFire продавали Skyzone, на третьей, по-моему, за 370, что ли, то есть очень дешево. На Banggood'е постоянно бывают скидочки, где-то еще я там что-то кидал, какие-то скидочки были. Так что, в любом случае, смотрите в группу, не надо меня напрямую спрашивать, я все, что нахожу, кидаю вот в эти группы. Ануар Тут и Чайн стали продавать полутоповый квадрик LAL5. Ну, на самом деле, так себе, квадрик, он под 6S, 5 дюймов, но огромные 2507, по-моему, моторы, перебор. Зачем они там нужны, я не совсем понимаю. Торсир, камера, опять же, это гоночный аппарат, вот он собран как гоночный. Зачем на гоночном аппарате торсир? Кто мне поможет объяснить? Я вообще, когда увидел первый раз, думал такое, на кого он рассчитан? Мне кажется, вот такие аппараты, они как бы не сбалансированы. Понимаете, вот этот аппарат, он достаточно дешевый, при этом все сбалансированы, все компоненты так подобраны, как я бы, например, сам подбирал. А вот так как LAL5, например, собран, я бы, например, такие большие моторы не взял, я бы такой паршивый полетный контроль не взял, я бы тазик торсир на него не поставил. И тут получается, что какая-то вот странная сорянка получается, вроде как, ну, неплохие, как бы, характеристики заявлены, но как-то по концовке он, мне кажется, ни рыба, ни мясо, непонятно, что они от него хотели, и мне он тоже, как бы, не особо интересен, поэтому я его пропускаю. Дмитрий Евсеев пишет, классный пилот, Дедру Моев районный скоро заинтересуется эфпишниками на случай войны. На самом деле это вот достаточно интересная тема, но я думаю, они заинтересуются не только военные, но и все остальные. Я думаю, уже некоторые заинтересовались нашими украинскими коллегами, поскольку они постоянно работают с какими-то нелегальными вещами. Мы просто недавно обсуждали эту тему, на самом деле, с друзьями. Дрончик это такая вещь, на самом деле много можно плохих применений придумать всяким дрончиком, всяким коптером, даже самолеты, смотрите, какие мы большие самолеты делаем, они летают там на 100 километров плюс, это же огромное расстояние, на самом деле. Вы можете через там 2-3 государства их пускать чуть ли не, и они будут там летать сами по себе, и причем еще им никакой контроль не нужно, они долетели, упали как-нибудь, собрали, да и погнали дальше. Я очень сильно надеюсь, что мои коллеги, которые занимаются этим, как бы образумятся, перестанут подавать плохой пример. Я все-таки считаю, что нелегальная деятельность, ну или вот такая какая-то сомнительная деятельность, она все-таки ни к чему хорошему не приводит. С военными работать тоже, на самом деле, очень интересно, поскольку военные это всегда монета с двух сторон. То есть, с одной стороны ты помогаешь одной стороне, с другой стороны ты как бы вредишь кому-то другому, и поэтому, ну, тоже такое себе. Я, на самом деле, за мир во всем мире, я за хобби, я за то, чтобы это все развивалось именно в таком, как бы, достаточно добром направлении. Подскажи, какая у него дальность полета, пишет Антон Корчагин. Вообще, как можно задавать такие вопросы? Ну, какой приемник поставишь, такая будет дальность. Вот с Татоковым R-XSR Дима Аниканов летал, по-моему, на 3-4 километра. А я на таким дальнейшем, конечно, не летал, на таком приемнике у меня просто не работает. Форская у меня на 500 метров сейва, но, тем не менее, на самом деле, вот я думаю, на нем можно выжать до километра. А так, если нужно большую дальность, поставив какую-нибудь на него, не знаю, дальнобойную систему, либо Форская, либо Crossfire, Dragon League, любая, их очень много сейчас на данный момент, и лети хоть на 10 километров. На самом деле, я думаю, у него вот как раз, учитывая, что он летает на большом аккумуляторе 7-8 минут в спокойном темпе, а если поставить на него литий-ионки, он хорошо же, очень эффективно летает, то я думаю, минут 15 у него можно будет выжать. Поэтому очень даже классный аппарат. Ну и, наверное, самый частый вопрос здесь еще был тоже 3-4 раза задали. Привет, используешь ли ты Real Steady? Давайте, последний вопросик. Нет, не использую. У меня есть лицензия Real Steady. Спасибо Эдику за то, что ее понагнал мне, но я пока его нигде еще не использовал. И для того, чтобы его использовать, нужны реально совсем другие маунты. Я на них, на самом деле, пока не очень рассчитываю. Вот, например, я на Squirt себе напечатал вот такой вот маунт. Как видно, здесь у него между ничего нет особо. То есть, он висит вот так вот в воздухе, и за счет этого должен гасить все вибрации. Real Steady, на самом деле, это плагин одной камеры. Плагин для Hero 6. То есть, на всех издалек камерах он работает исключительно погано, либо нужно очень сильно мудрить с виброразвязкой. Он работает реально один раз из десяти. И я к этому не готов. Например, с 7-ки стаб, который внутри встроенный HyperSmooth, работает 10 из 10. Реально, 10 из 10. Но если не проб, то совсем не в хлам. Поэтому я, скорее всего, сделал ставку на него и взял 7-ку, а не 6-ку. Потому что это реально работает всегда, везде, и это не надо потом еще 2 часа сидеть, вырезать моменты из своего видоса, чтобы потом где-то их куда-то вставить. Просто готовый материал выходит с камеры, ты его ставишь, и уже сразу же неплохо. Ну, а на этом, друзья, все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Обязательно проходим голосуем по ссылке. Не голосуем, а лайкаем, друзья. Вот-вот-вот на пороге, скажем, победы. То есть нам осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Еще, по-моему, день-два и уже закончится это все дело. А мы с вами уже очень хорошо продвинулись. Залетаем уже в топ, ну, на 95%. На этом все. Пока.